Она обвиняет ее друзья в разных преступлениях совместно с прокуратурой, когда она заявляет, что мы в сговоре с первым заместителем прокурора пытаемся захватить власть. То есть обвиняет в совершении тяжких преступлений нас, 13 депутатов. Это же должны люди услышать, а это не законы, в таких действиях и заявлениях. Должны же понять, что это действительно состав преступлений. И не только, клевету всякую допускают в отношении нас всех, в отношении представителей власти. Можно по-всякому относиться, допустим, к человеку, но когда председатель комитета областной думы, она хулиганом публичным, в общем-то, называет и неоднократно. Это как? Это состав преступления, когда, в общем-то, лжет в отношении нас всех практически, и мы не можем это публично озвучить, что все услышали, что поняли, что она неправду говорит. И те, кто, в общем-то, с ней сотрудничает, тоже ложе, ну, как бы заявляют и клевету, в общем-то, допускают в отношении всех нас. Надо же об этом говорить. Если мы будем втихаря все это обсуждать, и никто это не будет слышать, это мне нехорошо тоже. Потому что, смотрите, она как выдала. Она в одном опыте выдает. Раз на меня не подали в суд, значит, согласны с моими утверждениями. Это что такое? И вот, как говорите, заявления поступили в отношении даже ее. Это серьезные обвинения, конечно, но мы же все очевидцы, когда действительно на 9 мая она заявляла, что виновник в развязывании войны, это Советский Союз, она забыла о том, что с 2014 года есть статья «Деабилитация нациализма». Нацизм называется эта статья. Вот от граждан как раз по этому вопросу и пришлось. Да, но мы же все, получается, мы же были все свидетелями, она всех депутатов в этом убеждала. Это было написано, да, в чате было написано за депутатом Микрю Петровича. Ну, это, оказывается, было еще и в Фейсбуке, вот тут, когда они прислали. Поэтому так не вещь, надо же, чтобы люди, которые ее слушают, понимали, о чем речь идет. Если мы не будем говорить об этом прямо, они знать об этом не будут. И будут думать, что вот она правильно все вопросы ставит, а мы вот такие нехорошие поступаем, плохо. И мы голосуем плохо, оказывается, мы в сговоре с первым замом прокурора. Если она пишет человеку и говорит, «Вы, как извините, прокурор нарушил закон, статья до 20 лет, сговоре группой лиц». И вам как нужно будет объяснение давать по попытке захвата власти. Знаете, такие вещи заявляют. Что такое? Виктор Петрович, здесь не может быть захвата власти, потому что мы сама власть, нас люди выбрали. Мы не можем ее захватить, нам уже ее доверить. Вы мне это не опустили. Я просто, как за это я, глупости пишет. Но она считает, что она власть. И вот раз мы не поступаем так, как ей хочется, наш мы захватываем власть. Реже об этом идет. Извините, в изображении бред-то надо же людям доводить, чтобы они понимали, куда нас пытаются загнать и куда, в общем-то, она шагает. И потом так же скажут, если мы промолчали или не отреагировали. Вот скажут, да, они же молчат. Она уже так заявляет, они же как молчат. Да, да. Ну скажите, что, когда суд подаст. Когда суд подаст, тогда разберемся. А сейчас пока она сама не подает, тут голословно. Ла-ла-ла-ла-ла, и все, я что-то взговор. Равнодируйте, что вы как-то не сможете сделать сейчас.